Утро воскресенья видом стало поистине спортивным. На стадионе «Металлург» состоялось сразу два масштабных мероприятия. Это традиционная осенняя спартакиада поселений и фестиваль ГТО. В спартакиаде участвовали спортсмены из пяти поселений. Метание гранаты, прыжки в длину и, конечно же, состязания в беге. Последней была эстафета, в которой участвовали двое мужчин и две женщины. Горки Ленинские, они сразу всех быстро пробежали, но там видно, что ребят приехали, девочки подготовленные, поэтому видно сразу результатом, что было. Он также в том году, вот этот парень, который за горкой, он сразу отрыв сделал метр, что как сегодня. И уже вопросов не было. Он – это Виктор Михайлов, бегун со стажем. Говорит, что в эстафете главная работа в команде. Мы должны поддерживать дух команды, соответственно, должны быть лидеры. И уже к лидерам всегда люди тянутся. Я думаю, что это хороший повод для тех, кто желает только начать бегать или заниматься вообще спортом или физкультурой. Команду видновчан представили люди совершенно разных профессий, но всех объединяло одно – любовь к спорту. Радует, что молодежь остается такой спортивной, что сдаются нормативы ГТО, и что вообще в принципе спорт в Ленинском районе популяризируется. Много новых площадок и возможностей для занятия спортом. А ГТО сдавали тут же. Участников двух мероприятий, казалось бы, можно было перепутать, если бы не нагрудные номера, отличающие тех, кто пришел на фестиваль ГТО. Наши ребята очень активно принимают участие, потому что, во-первых, это желание проверить себя. И взрослые, кстати, у нас здесь есть учителя, у нас здесь есть медицинская сестра. Мы все тоже сдаем ГТО. Восьмиклассница Настя Данилова нормы сдает во второй раз. Конечно, есть небольшое волнение, но в целом, конечно, уверен. Насколько ты готова? На 100%. Здесь нет тех, кто решил проскочить на удачу. Все готовились, особенно к бегу. 30 и 60 метров вроде бы и несложные дистанции, но только опытный бегун не потратит даром ни одной драгоценной секунды. Сразу десятки участников фестиваля ГТО собрались на площадке, где можно было сдать нормы по нескольким дисциплинам. Тимофей Мартынов установил личный рекорд по сгибанию туловища из положения лежа. Сколько? 54. Считал сам или тебе сказали? Нет, сам начал считать, сбился, не считал дальше сам. А вообще, собственно, рекорд какой личный? Вот сейчас 54 за минуту. Всего порядка 150 человек приняли участие в фестивале. Прыжки в длину, подтягивания, отжимания. Всего 8 видов по легкой атлетике и 7 силовых видов. В большинстве своем ребята справлялись хорошо. Подготовка нужна, особенно в легкой атлетике. Легкая атлетика, конечно, это такой вид, где нет такого, что ты пришел и пробежал. Да, вот прыжок можно, там отренироваться, а вот легкой атлетикой надо заниматься. Нужны, конечно, ноги, сила воли и, естественно, тренировки, тренировки. Сдача норм ГТО для каждого – проверка собственных сил. Получить заветный значок для многих – это доказать самому себе, что ты справился, смог, а значит, готов к новым испытаниям. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева. Видное ТВ.